Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. В правительстве Самарской области новое назначение. Кто занял пост министра промышленности. Провести летний отдых с пользой для здоровья и заработать деньги на карманные расходы. На заседании Совета общественной палаты обсудили летний отдых детей и трудоустройства подростков. На улице Куйбышева обновляют дорожное покрытие и делают тротуары. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведут как днем, так и ночью. Кинофестиваль, концертная программа и 50 творческих площадок. В областной столице состоится шестой международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Самарская область представляет на международной выставке «Россия» разработки в сфере здравоохранения. В павильоне номер 75, где свои достижения демонстрируют регионы страны, стартовал тематический день «Современные технологии для сбережения здоровья» с участием министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Руководители федеральных ведомств, ведущих вузов России, крупнейших предприятий и научных центров страны, экспертов. Передовые регионы представляют на своих стендах ключевые разработки медицинских вузов и профильных предприятий. Делегацию Самарской области в рамках тематического дня на выставке-форуме возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. Министр здравоохранения Михаил Мурашко высоко оценил медицинские разработки 63-го региона на Самарском стенде. Самарский государственный медицинский университет представил экспертам ряд разработок, в частности, индивидуальные эндопротезы из титана. Их делают под каждого конкретного пациента. Данный продукт использует уже более 500 человек. Кроме того, министру представили портативные чемоданчики для дистанционного мониторинга «Цифровой ФАБ». Данной разработкой в Самарской области оснащены порядка 100 фельдшерско-акушерских пунктов. Губернатор Дмитрий Азаров принял участие также в пленарной сессии «Технологическое лидерство современной технологии сбережения здоровья». Временно исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Самарской области стал Олег Волков. Андрей Шамин, ранее возглавлявший министерство, переходит на новое место работы в реальной секторе экономики на одной из крупнейших предприятий региона. Об этом стало известно накануне во время встречи губернатора Дмитрия Азарова с Андреем Шаминым. В Самаре продолжается обновление теплотрасс. В текущем году проведут ремонт на 24 объектах. Представители профильных служб и Департамента городского хозяйства и экологии проверили ход работ на выездном штабе. Оценить степень исполнения контрактов и своевременно принять технические решения в Самаре прошел выездной штаб по подготовке города к зиме. В текущем году работами охватят 24 объекта. Общая протяженность трубопроводных трасс составляет более 28 километров. Кроме того, в профильном департаменте не исключают, что число участков может увеличиться при необходимости. Цель нашего сегодняшнего объезда – определить вопросы, которые надо непосредственно выполнить корректировку, какие-то технические решения, какую-то оказать помощь в решении непосредственно строительства данных перекладок. В настоящее время завершена подготовка 19 объектов. На 11 уже ведутся земляные и строительно-монтажные работы. На проспекте Кирова обустройство основания выполнено на 40%. Следующим этапом будет установка каркаса из арматуры и только потом монтаж трубопровода. На этом объекте трубы будут диаметром 80 сантиметров. Мероприятия по замене теплосетей направлены на снижение количества возникновения дефектов, обеспечение их стабильного функционирования и, следовательно, бесперебойного предоставления коммунальных услуг. Трубы у нас в изоляции ППУ. Соответственно, изоляция ППУ предотвращает потерю тепла. То есть теплоотдача совершенно другая, тепло сохраняется. Согласно действующим правилам, на каждом участке монтируют временный водопровод. Среди таких объектов обновляемая теплотрасса на улице Нагорной. Здесь заменят около 600 погонных метров труб. В первую очередь приступают к теплотрассам, которые находятся рядом с детскими садами и школами. Поэтому подрядчики распределяют нагрузку в соответствии с приоритетными направлениями. Данный участок мы поделили на две части. Первую часть мы сделаем где-то до середины июня, может быть, конца июня. Второй участок точно так же будем делать переключения. Обновления таких объектов должны завершить до 1 сентября. Контроль за исполнением контрактов будет осуществляться непрерывно в течение всего сезона подготовки города к зиме. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События. Провести летний отдых с пользой для здоровья, а заодно заработать деньги на карманные расходы. В мэрии на заседании Совета общественной палаты обсудили летний отдых детей и трудоустройство подростков. В заседании приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Сколько пришкольных и загородных лагерей откроют свои двери? Какие организации Самары готовы предоставить рабочие места подросткам? В нашем сюжете. Чем занять детей и подростков во время школьных каникул? Обсудили на расширенном заседании общественной палаты Самары, в котором приняла участие глава города Елена Лапушкина. В Самаре проживают более 43 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. Лето – подходящее время, чтобы оздоровиться на свежем воздухе, а при желании и заработать на карманные расходы. Такие возможности детям предоставляют городские и областные власти. Для этого существует целый ряд государственных программ, в том числе две муниципальные – «Молодежь Самары» и «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности». Все вопросы, которые вынесены сегодня на рассмотрение, членов общественной палаты крайне важны. Безусловно, администрация города занимается летним оздоровительным отдыхом. Совсем скоро начинаются летние каникулы. Тысячи наших детей, наших школьников уйдут на летние каникулы, и мы со своей стороны готовим для них, безусловно, программы. Мы готовим для них как загородные лагеря, так и школьные лагеря. Мы занимаемся вопросами безопасности, вопросами досуговой деятельности, спортивной деятельности, оздоровления детей. Конечно, для нас важным направлением является и организация отдыха и оздоровления детей, чьи отцы сейчас СВО. Конечно, такие дети у нас под особым контролем и под особым вниманием. На летних каникулах дети могут отдохнуть в пришкольных и загородных лагерях. Два из них – Волжский Артек и Волжанка – принадлежат городу. За летний период в них смогут оздоровиться более двух тысяч человек, включая и родители детей-инвалидов. И 870 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или состоящих на учете. Все они бесплатно получат путевки через комплексный центр социального обслуживания населения. Оздоровительные учреждения, в которых будут отдыхать дети, полностью доступны для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов. В рамках муниципальной программы «Самары» «Дети – мы разные, мы равные» «Мы организуем специализированные заезды для детей-инвалидов с сопровождением по путевкам мать и дитя». В этом году в рамках этой программы планируют организовать пять специальных заездов на 21 день для 140 детей-инвалидов. В том числе два заезда в Волжском Артеке для детей с ментальными нарушениями. Это единственный лагерь в Самарской области, который оздоравливает летом детей с таким заболеванием. Во время четвертой смены в августе там отдохнут дети-колясочники с родителями. В Волжанке летом будут организованы три заезда детей-инвалидов с сопровождением. 20 детей-инвалидов с родителями будут обеспечены бесплатными путевками в рамках реализации муниципальной программы «Самара детям – мы разные, мы равные». А также 40 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в пунктах временного размещения. Кроме того, бесплатными путевками обеспечат детей-участников СВО. Под особым контролем отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете. В Самаре на внутришкольном учете стоят 610 учащихся. Из них 230 несовершеннолетних на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Задача властей – направить их энергию в мирное русло с помощью трудотерапии. Департаментом образования поручено, и эта практика уже не первый год у нас, когда в каждой школе, где есть несовершеннолетние стоящие на учете, поручено прикрепление приказом сотрудника закрепить с тем, чтобы он в ежедневном режиме отслеживал занятость обучающегося. Такая работа производится достаточно системно. И, конечно, мы смотрим с вами на параметры трудового кодекса и понимаем, что ребята в возрасте от 14 до 16 лет работают не более 24 часов в неделю при обучении в общеобразовательном учреждении, не более 12 часов в неделю. И от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю, а при обучении в общеобразовательном учреждении не более 17,5 часов в неделю. В Самаре целый ряд организаций и предприятий создали места для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Они могут работать помощниками специалистов. Это в основном работа с документами, помощниками вожатого в лагерях дневного пребывания, уборщиками территорий, помощниками садовников и библиотекарей. Трудоустроиться на каникулах может каждый, но в первую очередь предпочтение отдают детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, детям из малоимущих семей, потерявшим кормильцев, состоящим на учете в системе профилактики, а также тем, чьи отцы участвуют в СВО. Трудоустраивают подростков на 14 календарных дней, из них рабочих 10. За это время они заработают 8 632 рубля. Летом в Самаре планируют трудоустроить 3208 подростков. Организация процесса финансируется на областные и городские средства. Ксения Баканова, Виктория Шарая, Константин Головин. События. Улица Куйбышево продолжает преображаться на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В дневные смены на участке от улицы Вилоновской до Венцика обустраивают тротуары, подготавливают ямы для масштабного восстановительного озеленения, высадки более 90 деревьев и более 3000 кустов кизильника. В ночное время рабочие готовят проезжую часть к укладке нового дорожного полотна. Фрезеруют старый слой покрытия проезжей части. Подробности в сюжете Елизаветы Прокопенковой. Улицу Куйбышево продолжают комплексно приводить в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время рабочие занимаются тротуарами. Их общая площадь составляет порядка 11 тысяч квадратных метров. К ремонту пешеходных зон приступили раньше, чем к обновлению покрытия проезжей части. Тротуары действительно там очень нужны, потому что очень много гостей, очень много туристов ходят по тротуарам. Поэтому принято решение, что тротуары в первую очередь надо отремонтировать. Обустройством тротуаров и заменой бордюра рабочие занимаются в дневное время. Работы ведутся на участке от улицы Вилоновской до Венцика. Подрядчик организовал их таким образом, чтобы минимизировать неудобства для пешеходов. На объекте удалили старое покрытие пешеходных зон. Сейчас идет ремонт основания. Сверху выкладывают плитку толщиной 8 сантиметров. Она изготовлена на высокотехнологичном производстве. Применение современных материалов – одно из основных требований при реализации дорожного нацпроекта. Сама плитка не вызывает сомнений в качестве и надежности, и долговечности, так как на заводе соблюдаются все технологические моменты от начала до конца производства. Заказчикам работ обеспечен технический контроль на всех этапах ремонта. В дальнейшем вдоль дороги предусмотрено масштабное озеленение. На улице Куйбышева высадят более 90 новых деревьев высотой не менее 4 метров с уже сформированной кроной, а также 3000 кустов кизинника и цветники. Озеленение планируется завершить осенью. Здоровым деревьям, которые ранее росли на улице Куйбышева, гибель не грозит. Их аккуратно выкопали и уже пересадили на другие улицы исторического центра, в частности, на улицу Садовую. Специалисты следят за их состоянием. Это очень хорошая идея. Город должен быть зеленым, он должен дышать, и мы должны дышать. Да, и я помню, что у нас вся улица была всегда в деревьях и в зелени, поэтому если это восстановят и деревья посадят опять, то будет очень хорошо. Мы очень рады этим начинаниям и поддерживаем. Также рабочие приступили к ремонту проезжей части. Проводят фрезерование старого покрытия. Минувший ночью старый слой дороги удаляли от улицы Льва Толстого до улицы Шостаковича. На выполнение этого вида работ понадобятся три ночные смены. В отдельных местах усилят основание. Помимо этого рабочие приведут в порядок люки колодцев, сделают их крышки антивандальными, антишумовыми, поднимут на проектную высоту. А в дальнейшем начнут укладку высокопрочного асфальта. Единственную сложность представляет припаркованный транспорт горожан. Но они с пониманием относятся к просьбам убрать автомобили. На улице Куйбышева в основном офисные машины стоят. То есть днем они стоят, вечером они разъезжают. Это немножко попроще. Люди понимают, что работа проходит. Это нормально. Улица Куйбышева – визитная карточка города. Жители отмечают важность комплексного ремонта. Требовался обязательно, потому что в первую очередь это центр города, это наше лицо. Поэтому улица Куйбышева должна быть в порядке всегда. У нас приезжает очень много туристов. И они должны видеть Самару только с лучшей стороны. Все этапы работ находятся на круглосуточном контроле. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский, Николай Епифанов. События. Самарский общественный транспорт подготавливают к летнему сезону. Месячник по благоустройству, когда проводилась генеральная уборка в подвижном составе, закончился. Однако сотрудники обслуживающих подразделений транспортных предприятий и организаций не снижают темпы и объемы работ по наведению чистоты в трамваях, троллейбусах, автобусах, включая маршрутки. Какие виды работ предусмотрены и как проходит очистка, увидела Полина Чулякова. В Самаре профильный департамент проверяет санитарное состояние всего общественного транспорта и работающего по регулируемым тарифам и маршруток. В преддверии летнего сезона контроль усилен. Особое внимание уделяют не только безопасности в рейсах, но и чистоте салонов. Их моют снаружи и внутри, а также протирают поручни, сиденья и другие контактные поверхности дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению Роспотребнадзором. Мы контролируем, в принципе, санитарное и техническое состояние подвижного состава ежедневно. От всех перевозчиков нам приводит информация о проведении соответствующих проверок. Весь подвижной состав, выходящий на линию, проходит соответствующую техническую проверку и санитарное состояние его тоже контролируется перед выходом. Если говорить о тех людских возможностях, которые сегодня у перевозчика есть, то они принимают все меры к тому, чтобы их подвижной состав на линию выходил в наглежащем санитарном состоянии. В ТТУ приводят в порядок 475 единиц подвижного состава, 300 из которых трамваи, 175 – троллейбусы. Частоту электротранспорта поддерживают более 40 человек. Организовано круглосуточное дежурство. При этом основные работы проводятся вечером и в ночные смены, а также в ранние утренние часы перед выходом на линию. Больше всего пачкаются ступени входных групп и пол. Отметим, что у ТТУ имеются не только эффективные стационарные мойки с автоматическим оснащением. Не так давно предприятие дополнительно закупило две современные мойки высокого давления, которые легко перемещаются по депо. А в апреле провели торги и приобрели новое сменное оборудование для стационарных щеток. Мойки все запустили, в том числе летние мойки, которые у нас стоят на улице. Все трамваи в вечернее время проезжают через данные моечные посты, заезжают в депо, и там уже мойщики их дотирают и убираются внутри. Мы всегда за этим соследили. Было там определенное поручение проверить, обратить на это особое внимание, поэтому до всех все это довели. Помимо этого, все трамваи и троллейбусы оснастили видеокамерами. Они помогут оперативно вычислить недобросовестных пассажиров, которые портят салоны транспорта. У предприятий, работающих на автобусных маршрутах, тоже забот не меньше. Первоочередное – мониторинг, обеспечение работ по техрекламенту и санитарному содержанию. Как обычно, перед рейсами принимают душ автобусы. Если пассажиры замечают на улице города грязный автобус, пыль в салонах, можно сообщать об этом представителям перевозчиков в социальных сетях. На муниципальных маршрутах по регулируемому тарифу в городе курсирует порядка 390 автобусов. Еще часть машин находится в резерве, чтобы при необходимости их можно было оперативно направить на замену. После зимы вся грязь, вся пыль была вымыта, отмыта. И сейчас, конечно, нам уже легче справляться с загрязнениями, но расслабляться рано. Впереди у нас период белых брюк и белых сарафанов. Для того, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, мы на контроле держим эту ситуацию и продолжаем обрабатывать, санитарную обработку проводить. Аналогичные требования предъявляются коммерческим перевозчикам. На базе только одного из них около сотни маршрутных такси. Автобусы, выходящие на самые протяженные маршруты, требуют более тщательной уборки, особенно если погода неблагоприятная. У нас мойка своя, то есть, как обычно, керхер, активная пена. Нам важна не только безопасность на маршруте, но и чистота транспорта, как снаружи, так и внутри в салоне. Поэтому по возвращению с линии проводится уборка влажная с применением дезинфицирующих средств салона и мытье автобуса снаружи. Для пассажиров города чистота общественного транспорта тоже очень важна, ведь он – неотъемлемая часть их жизни. Конечно, важно, ведь некоторые граждане Самары проводят в транспорте очень много времени в сутки, в день. Замечательно, чище город, нам комфортно. Работники профильного департамента следят и за техническим состоянием транспорта. В случае несоблюдения норм перевозчик обязан принять меры и отчитаться перед департаментом. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. В Самаре состоится шестой международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Он пройдет 17 и 18 мая и соберет специалистов из разных регионов России, а также из Болгарии, Сербии и Румынии. «Самарское знамя» – один из символов вооруженных сил Болгарии. Полотно было подарено жителями Самары болгарским ополченцам во время русско-турецкой войны. 17 мая в рамках фестиваля состоится научно-практическая конференция «Уроки истории Самарского знамени». Приедут и наши спикеры с разных регионов Российской Федерации, и с Республики Болгария. Доклады будут интересные, иллюстрированные, содержательные, погружающие и в историю русско-турецкой войны, и Самарского знамени, великих полководцев, и рассказывающие о том, как искусство влияет на сохранение исторической памяти. Вообще, как подвиг максимально инициирует всех наших деятелей искусства. Домашние животные есть у половины российских семей. Хозяевами питомцев являются 68 миллионов россиян старше 14 лет. В 11% домохозяйств есть только собака, в 30% только кошка. В мире по количеству кошек Россия занимает третье место, а по количеству собак четвертое. Наши корреспонденты спросили у самарцев, есть ли в их семьях питомцы. У нас есть домашний питомец, ему уже 13 лет. Это не просто питомец, это наш член семьи, потому что это, наверное, заведено еще давно, в моем детстве. У меня были домашние животные, коты, собаки, очень много всяких разных. И обязательно нужно заводить. Это ответственность для ребенка, которую он в первую очередь берет на себя и дисциплинирует в первую очередь. Я считаю, что если ты живешь в городе, именно в квартире, то можно обойти себе с питомца. Если у тебя частный дом, потому что, ну, как я считаю, что собака должна охранять дом, она должна жить на улице. Ну и кошка, кошка, я считаю, что можно, но зависит от ситуации. Ой, вы знаете, лично у меня нет. У меня у дочери, у зятя родителей, у них полон двор. И собак, и кошек, и черепахи, и улитки. В общем, а у меня нет, потому что у меня не бывает дома. Ну, у нас нету, ну, есть, у нас были раньше, как бы, животные. Ну, может, если кому-то нравится. Юные звезды Самарской области. В областной столице прошло награждение участников и финалистов областного этапа гимнастрады. Подробности расскажут наши корреспонденты. Этот номер под названием «Пташечки» команда «Аллегра» представила на региональном этапе общероссийского соревновательного марафона в формате гимнастрады. В номинации «Гимнастические виды спорта» команда заняла первое место. Мне очень хорошо на душе стало то, что мы победили, мы это сделали, мы поборолись за место, за пьедестал. Конечно, мы очень рады, я думаю, и девочки очень сильно рады, то, что у них получается получать медали не только за соревнования в художественной гимнастике, но и за танцы, и разносторонне развиваться у них есть возможность. В Самаре наградили победителей фестиваля «Дети Самары» и финалистов регионального этапа общероссийского соревновательного марафона в формате гимнастрады «Здоровые дети, здоровая Россия-2024». Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и были посвящены объявленному президентом году семьи. В предварительном этапе приняли участие около 400 человек – дети и взрослые из городов и районов Самарской области. Финалисты состязались в номинациях – основная гимнастика, гимнастические виды спорта, танцевальный марафон и активное долголетие. Мероприятие превосходное, оно отличает от других мероприятий по художественной гимнастике тем, что оно настолько сегодня вместило себя как юных спортсменов, так и представителей старшего поколения в рамках нового проекта «Активное долголетие». Сегодня можно было увидеть, как выступают взрослые, состоявшиеся участники соревнований. Лучшие команды Самарской области, занявшие первое, второе и третье место в разных номинациях, смогут подать заявки на участие во всероссийском финале гимнастрады. Когда мы первый раз принимали участие в финале в Москве, в Самарской области, мы заняли второе место в номинации «Гимнастические виды спорта». Потрясающе, незабываемые впечатления, те дети, которые у нас входят в состав списка в сборной, в сборной команды Самарской области, говорят, но это даже такой уровень не сравнить с тем, что они увидели в Москве во дворце спорта. Заключительный этап Всероссийской гимнастрады состоится с 29 июня по 3 июля в Москве. В этом году финал пройдет под девизом «Мы, дети твои, Россия». Августина Охременко, Николай Сидоров, События. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok